Ну что, привет, ребята, всем! Я так рад видеть вас перед этими мониторами. Так здорово, что мы сегодня все с вами встретились в онлайн, и я думаю, что все получится. Давайте поаплодируем нашим именинцам! Громче, громче! Именно с этих слов в период самоизоляции ведущие начинают праздник. Вместо привычных банкетных залов и ресторанов — собственная гостиная. После запрета на проведение массовых мероприятий, тысячи шоуменов, диджеев и декораторов остались фактически без работы. Но решение нашли быстро. Выручили приложения, которые позволяют объединить в чате до 30 человек. Вот и Дмитрий Самарский. Немного изменил сценарий, отредактировал конкурсы и продолжил веселить публику. Основное преимущество заключается в том, что мы можем общаться с людьми из разных стран. Это их объединяет, и действительно, это небольшой лайфхак. Это очень здорово. Какие есть недостатки — это задержка по времени. Поэтому не всегда информация доходит до всех участников мероприятия одновременно. Но задержка по времени не сильно пугает людей. Участники чата принимают все особенности такой связи. Ведь это одна из немногих возможностей — встретиться с друзьями, сидя дома. На первый взгляд все просто. Для качественного включения в режиме онлайн вам потребуется ноутбук с веб-камерой, стол, необходимый реквизит и хорошее настроение. И вот вы уже готовы провести праздник даже для большой компании людей. Из минусов такого формата отсутствует живое общение и красиво оформленные помещения. Но и плюсов тоже хватает. Их сразу оценили крымские диджеи. Ребята создали целую студию. Поставили профессиональный свет, музыкальное оборудование, видеокамеры. И вот уже часовые сеты выходят в прямом эфире в сети. Музыканты соблюдают все правила безопасности. В студии находятся на расстоянии двух метров друг от друга. Одновременно на площадке присутствует не больше трех человек. Общение с гостями строго в масках. Здесь непосредственно был офис. Мы его переделали, переконструировали, сделали стрим-студию. И непосредственно сам геоэй перенесли сюда. Наши гости просто смотрели нас в онлайне. Мы хотим и дальше развиваться. Это будет не только диджеи. Мы также хотим приглашать в студии группы, блогеров. То есть развивать студию непосредственно, чтобы был интересный контент. Среднее количество просмотров таких видеороликов 10-12 тысяч. В большинстве это абсолютно разные музыкальные направления, как альтернатива клубам и дискотекам. Все доступно в режиме онлайн. Алексей Будников, Андрей Псом, Данил Захаров. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова